Завтра во всем мире пройдет акция «Щедрый вторник». Это Международный день благотворительности. Движение уже получило распространение в более чем 100 странах мира. Цель акции – привлечь к благотворительности как можно больше людей. Как будет проходить эта акция в Красноярске и как совершить добрый поступок, об этом поговорим с Ольгой Абанцевой, пресс-секретарем благотворительного фонда добро24.ру. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про вторник и как можно включиться, какие добрые дела можно сделать. Как включиться во вторник? Во-первых, если вы не определились с благотворительной организацией, можно наконец-то определиться, спросить у друзей, у знакомых, кому вы доверяете, где они жертвуют, как это можно сделать. Или зайти на наш сайт добро24.ру и сделать пожертвование. Как влиться в общее движение российское, мировое и так далее? Нужно зайти на сайт щедрыйвторник.рф. И там всё расписано уже не первый год. Можно сделать признание, рассказать всем людям либо в видео, либо в фото, рассказать, кому вы жертвуете, почему вы жертвуете, что вам это даёт, почему вы пошли в благотворительность или почему вы не ходили туда, но вот наконец-то сегодня, завтра этот день случился. Потому что благотворительность нужно развивать. Наша страна, к сожалению, находится на 110-м месте в рейтинге благотворительности в мировом. И 130 стран. И 110-е место для такой великой, прекрасной, большой и щедрой страны. Я думаю, нам нужно стараться исправлять эту ситуацию всем вместе. Начиная со школ, студентов, со своих коллег, друзей, семей. Вот, собственно, щедрый вторник на это и рассчитан. Можно сделать локальное мероприятие, можно сделать частное пожертвование. Тем более сейчас все мы в онлайне. Можно с призывом спеть, станцевать, в общем, каким угодно образом. Ну, допустим, возьмём вас. Я надеюсь, что вы сегодня сделаете пожертвование в наш фонд и сможете загрузить фотографию уже на сайте «Щедрого вторника» и всем похвастаться, что вы теперь поддерживаете нас. Вопрос у меня такой. В связи с тем, что большое количество мошенников развивается, я не имею в виду в вашей области, а в целом, как человеку понять, что он действительно жертвует на благое дело, а не какой-то это сайт мошенников, как заручиться какими-то определенными моментами того, что это действительно пойдёт на пользу? Ну, с учётом того, что понятно, ваш сайт, он ясен, понятен и прозрачен. Как с остальными быть? Как понять, где правда? Ну, смотрите, благотворительность, как и другая любая сфера деятельности человека, она подвержена, где есть деньги, там есть мошенники. Как человек выбирает банк? Ну, наверное же, он прикладывает не только к банку деньги, он прикладывает своё время на изучение вопроса, он прикладывает свои мозги, интеллект какой-то. Рекламы ещё большое количество. Да, он изучает, спрашивает у друзей, действительно ли там всё хорошо. Благотворительности ровно так же. Нужно изучить документы, нужно элементарно погуглить, да, посмотреть. Сейчас можно погуглить не только отзывы, да, официальные отзывы, сейчас всегда можно по хэштегу найти какие-то отзывы в социальных сетях, посмотреть количество людей, которые поддерживают этот фонд. В общем, провести какую-то работу умственную, это правильно, потому что пожертвования, повторюсь, это не только деньги, это ещё и личное время, которое нужно потратить, необходимо потратить, чтобы изучить этот вопрос. Потому что в благотворительности, в благотворительных фондах, к сожалению, дело в том, что человек, когда жертвует и сталкивается с мошенниками, он не возвращается в благотворительность. Или очень-очень-очень-очень сильно потом. Вот об этом говорим. Слишком бьёт по сердцу, да, потому что это от сердца, от души. Мы же часто нерациональный такой вот жест, к сожалению. К сожалению. Да, вот, поэтому, конечно, нужно изучить, спрашивать, гуглить, набирать какой-то объём информации, смотреть, есть ли благотворительный фонд в СМИ. Потому что, конечно, доверие СМИ, оно подтверждает какую-то легитимность фонда. Когда видишь, что у фонда есть акции, когда видишь, что у фонда есть дети, которым собрали, которым получилось. Ну и самое главное, конечно, финансовые отчёты на сайте любой благотворительной организации. Это самый первый признак чистоплотности. То есть, если есть отчёт, это значит, организация прозрачна, можно изучить, посмотреть все документы. Ну, это уже первая галочка. Чтобы доверять. К допуску, да, да, конечно. Отчёты, СМИ и непосредственное изучение в социальных сетях. Если возвратиться обратно к акции, ко вторнику, то, я так понимаю, что не первый год уже в Российской Федерации эта акция идёт? Да, да. В России уже восьмой раз проходит. Мы проводили несколько раз. Мы проводили с журналистами, мы читали стихотворения. В этом году из-за пандемии, это второй щедрый вторник на самом деле, то есть официально он проходит в октябре, в начале декабря, когда вторник выпадает. Но в этом году был ещё и в мае. Вот. В общем, когда все в ужасе стали понимать, что пожертвования падают, что проекты не закрываются, а это важно, потому что многие фонды поддерживают серьёзнейшие проекты в сфере онкологии, в сфере редких заболеваний. Ну и вообще падение пожертвования, это значит сокращение расходов на лечение детей, взрослых, на поддержание медицинских учреждений. Поэтому, конечно, важно в щедрый вторник поучаствовать каким-либо угодно образом. Повторюсь, пожертвованиям ли, рассказом об организации, либо и тот, и этот способ сразу будет ещё более правильно. Правильно рассказать своим коллегам и друзьям. Даже в личных беседах. Правильно поговорить в этот день с детьми. Правильно средства массовой информации рассказывать об этом. И каждому журналисту, и главному редактору, и всем ведущим тоже поучаствовать в щедром вторнике. Потому что, конечно, нам нужно развивать в целом и мировую, и российскую, ну, конечно, региональную благотворительность, которая несравнимо отстаёт по сравнению со столичной. Скажите, пожалуйста, вот благодаря таким акциям растёт количество благотворителей? Конечно. Потому что, как правило, в этих акциях участвуют медийные люди. Когда очередной раз выходит тот же Константин Хабенский или Чулпан Хаматова, и в щедрый вторник призывает и привлекает внимание к своим фондам, ну, естественно, вырастают благодаря вот этим звёздам. Очень много звёзд сегодня тоже участвуют в благотворительности. Вообще, я надеюсь искренне, и очень надеюсь, что в моей жизни тоже это случится, когда благотворительность и для человека, и для любого юридического лица, для любого бизнеса вообще вот станет той галочкой рукопожатности. И когда люди будут выбирать партнёров, вплоть до личных, да-да-да, личных и сексуальных, они будут спрашивать, да, в какую-то первую очередь, там, благотворительностью ты занимаешься, где занимаешься, кому помогаешь. Потому что, конечно, участие в благотворительности – это знак качества. Это знак качества для компании, для бизнеса. Ну, и это знак качества и для государства, если оно развивает внутри себя вот это гражданское движение, не знаю, скорее гражданское движение взаимной поддержки, страховки. У меня тогда вопрос, если вы говорите, что мы 110-130, то какими мы шагами или шажками идём к тому, чтобы быть рукопожатной такой страной? Ну, условно говоря, лет 7-8 назад мы были 124-ми. То есть сделали совокупный рейтинг за 10 лет, и мы 110-е. Ну, насколько быстрые эти шаги? Знаете, иногда бывают в первые несколько лет шаги быстрые, да, а потом очень-очень медленные. Тут динамику не просчитать. Ну, говорю, если каждый на своём месте в щедрый вторник и в любой другой день, любой день может быть на самом деле щедрый, да, вот вы придёте завтра к друзьям, в семью, скажете, ребята, мы начинаем проект пожертвования там одному фонду, другому, третьему. Потому что в одной конкретной семье люди могут быть жертвователями очень разных вещей. Условно говоря, ребёнок может помогать зоозащитной организации, потому что ребёнку понятно, когда болеет собачка, и что она может оказаться на улице. Мама может помогать детской организации, папа может помогать благотворительной организации, которая занимается взрослыми. В общем, направлений достаточное количество. Внутри даже какой-то отдельной семьи, не говоря уже там о большом предприятии или компании. Да, конечно. Спасибо большое, что нашли сегодня время прийти к нам, ответить на вопросы. Я уверен, что завтра большое количество, а не только красноярцев, всего Красноярского края подключится к щедрому вторнику. А я хочу напомнить, что сегодня у нас в студии была Ольга Абанцева, пресс-секретарь благотворительного фонда Добро24.ру. Продолжение следует...